Итак, в принципе у нас научно-исследовательский семинар магистрантов это ни для кого не новость, мы уже целый год в этом режиме отработали. Тем не менее, хотелось бы, во-первых, обратить внимание на некоторые моменты, которые по самой структуре семинара изменились именно в этом году. Во-вторых, обратить внимание на некоторые методические вещи, по методическим подходам это будет скорее рекомендация, это необязательная часть, потому что я понимаю, что сам семинар каждый руководитель организует по-своему, опирается в первую очередь на требования самой образовательной программы в целом, какое исследование нужно, в каком объеме оно требуется от магистрантов, какая сложность у него должна быть. И это более важные вещи с точки зрения методики того, как построить научно-исследовательский семинар. Но в то же время, какие-то общие рекомендации я сейчас хочу дать, кому-то они, может быть, подойдут как есть, кто-то скажет, у меня все по-своему, я буду делать иначе, и это тоже хорошо, но это вопрос для обсуждения. Итак, для начала, на что мы опираемся, когда проводим научно-исследовательский семинар у магистрантов, это, во-первых, положение о научно-исследовательском семинаре, и там обозначены самые общие вещи о нем, в частности, какую цель он преследует, какие результаты должны быть. Я напомню, что самый главный результат, который по итогу семинара должен получиться у магистранта, это написанная научная статья. Ну, говоря о том, что это научная статья, во-первых, я не имею в виду, что она уже должна быть опубликована, она должна быть именно написана. Во-вторых, это не значит, что вот прямо именно на этот текст магистрант сразу подает в какой-то научный журнал, это, конечно, было бы замечательно, но не обязательно, потому что речь идет скорее о неком научном тексте, в котором магистрант описывает результаты своего научного исследования. И я повторюсь, что само исследование, оно определяется по объему своему, по сложности, по направлению, в первую очередь, требованиями самой образовательной программы, то есть, что в контексте программы нужно от магистранта. И это важнее. Ну, и, значит, если смотреть в рабочую программу практики, там каждый составлял для себя, да, мы рассылали шаблон, но каждый руководитель семинара мог это исправить по своему усмотрению. А вот что касается календарного графика, там бывают разные случаи, и я буду описывать тот случай, который, ну, как бы структура семинара для большинства образовательных программ, но из него есть исключения, я на них подробнее остановлюсь. Значит, кто основные участники научно-исследовательского семинара? Не только преподаватели, студенты. Вы видите, здесь еще в серединке значатся научные руководители магистратов. То есть, обращаю внимание на то, что вот вы, как руководители научно-исследовательского семинара, вы ведете группу магистрантов, и, соответственно, вы их консультируете в плане, как это сказать, наверное, в плане методологии, в первую очередь, как вообще подойти к научному исследованию, что там нужно сделать, что сделать в первом семестре, что сделать во втором и так далее. В общих чертах с точки зрения методологии. А вот с точки зрения конкретной тематики исследования, с точки зрения конкретных научных задач, проблем, с которыми магистрант будет работать, это скорее вопрос его научного руководителя и в перспективе. То есть, сейчас это получается второй-третий семестр научно-исследовательский семинар, а на четвертом семестре определяется уже руководитель ВКР, и вот эти вот научные руководители магистрантов, они в перспективе и становятся руководителями ВКР у магистрантов. Ну, при условии, что эта тема вот исследования, она дальше развивается и выливается в, собственно, выпускную работу. Ну, говоря о целях и основных результатах семинара, они у нас общие для всех получаются. То есть, во-первых, это помочь магистранту разобраться в актуальных проблемах той отрасли, в которой он обучается по профилю образовательной программы. Во-вторых, подготовиться к написанию ВКР, ну и к последующей профессиональной деятельности. Но с точки зрения вас, как руководителей семинара, вот вы когда с группой магистрантов работаете, особенно в самом начале, на старте, наверное, даже более главная цель ваша, как руководителей, в моем понимании, это вот как раз объяснить магистрантам вот эту вот методологию их работы и подготовить к тому, чтобы они потом в течение всего года выполняли свое научное исследование. То есть, дать им какие-то инструменты и по возможности не просто, ну, теоретически им рассказать, что вот, статья пишется вот так, вот, значит, обзор источников по научной проблеме делается вот так, а в идеале было бы дать какие-то, ну, достаточно простые учебные примеры, на которых магистранты бы все вместе могли группой попробовать, прежде чем они займутся своими индивидуальными исследованиями, чтобы сначала они попробовали, ну, как бы, групповую тренировку по вот этой вот методологии научной работы, начиная от поиска источников и определения какой-то научной проблемы, ну, и заканчивая, это уже в третьем семестре получается, осенью, в большинстве случаев так будет, заканчивая подготовкой результатов для того, чтобы их описать в виде научной статьи. Значит, структура. Та структура, по которой я сейчас буду объяснять, ну, как бы, вот этот вариант методического подхода, она учитывает два семестра, это второй семестр и третий, и в каждом из этих семестров у нас есть дискретная часть практики, есть распределенная. Напомню, что дискретная – это когда у вас все дни подряд идет только практика и ничего, кроме практики, и в этом году у нас, в отличие от предыдущего года, дискретную часть поделили пополам. Одна неделя идет в самом начале семестра, другая идет в конце семестра. В середине между ними распределенная часть практики, когда в расписании в учебном выделен один учебный день, и в этот учебный день у магистранта нет никаких занятий, он только занимается своей научно-исследовательской работой. То есть у него специально для этого день освобожден, соответственно, время для этого у него есть. Есть это время для его самостоятельной работы. А вот что касается дискретной части практики, то там кроме самостоятельной работы есть еще аудиторная работа, и это как раз аудиторная работа с вами, как с руководителями научно-исследовательского семинара. Для чего разделили дискретную часть на первую и вторую? Для того, чтобы в первой части это как раз были вот эти вот вводные, ну, понятно, что там вводное теоретическое занятие, без него никуда не денешься. И если вы подготовите для магистрантов какие-то учебные, тренировочные примеры, чтобы вы тоже с ними могли на первой дискретной части это попробовать, а, соответственно, вторая дискретная часть, это для уже более тесной научной коммуникации самих магистрантов между собой по тем результатам, которые они наработали в течение семейства. То есть они делают там публичную защиту друг перед другом своих результатов, они обмениваются какими-то текстами для взаимной проверки и так далее. Соответственно, вот еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, да, что у нас в начале и в конце получается, для тех, у кого в календарном графике выделена дискретная часть практики в начале и в конце семестра, методы активного обучения, методы групповой работы, их в том или ином виде я настоятельно рекомендую встроить в вашу работу с магистранами. И чуть-чуть подробнее пройдусь по вот этим вот шагам, то есть вводная дискретная часть, распределенная работа и финал по второму семестру отдельно и по третьему семестру отдельно. Во втором семестре, то есть то, что начинается прямо сейчас, первая неделя, вот эта дискретная практика, ну, как общая рекомендация, понятно, что нужно решить организационные вопросы о том, что вообще такое исследовательный семинар и что магистрантам нужно будет делать. То есть вот это вот помеченное звездочкой решение кейса, это как раз возможный вариант того, как организовать групповую работу магистрантов с каким-то практическим примером. Конечно, здесь как бы очень многое на откуп вам, руководителям научно-исследовательского семинара, потому что и подготовка такого кейса зависит от вас, то есть как вы его сделаете, будете ли вы вообще его делать. Может быть, вы вместо подготовки какого-то кейса, ну, там, условно, вот вам проблема, найдите по ней литературу, сформулируете там цели исследования, построите план исследования, вот что-то такое. Потом между собой обсуждаем, выявляем, у кого получилось лучше, у кого хуже, и пытаемся понять, почему у того лучше, а у этого хуже. Находим какой-то, ну, наиболее приемлемый результат, понимая, почему он именно такой получился. То есть, чтобы результаты, прошу прощения, чтобы магистранты потренировались на каком-то очень простом примере, но выстроили вот эту вот методологию работы для себя, попробовали, пощупали, а не просто услышали о них теории. Ну, и понятно, что по итогам вот этой первой недели происходит закрепление научных руководителей за магистрантами и закрепление тех исследований, которые у магистрантов будут. Потом это может меняться при необходимости, но вообще это закрепляется распоряжением по структурному подразделению. В ходе распределенной части я подробно останавливаться не буду, там идет сугубо самостоятельная работа магистранта, и его консультирует его научный руководитель. Ваше участие здесь минимально, только по необходимости, если у магистранта возникают какие-то проблемы, он к вам сам может обратиться, ну, а вы, соответственно, ему поможете. И в последнюю неделю семестра, это снова дискретная часть практики, магистранты, ну, скажем так, у нас заложено, что должна происходить публичная защита работ магистрантов. По результатам второго семестра это будет аннотированный список источников и план исследования. И, соответственно, предлагается такой формат мини-конференции в рамках одной учебной группы, в ходе которой магистранты друг другу расскажут о своих работах. Однако, из опыта разных преподавателей, с кем я общался, зачастую магистранты, ну, как бы, проводят это в режиме отчетно-выборного собрания. То есть они рассказывают каждую о своей теме, вопросов от них, от одногруппников не дождешься, в лучшем случае, там, кто-нибудь один особо активный будет спрашивать, и то не всегда. И в итоге вот этой вот коммуникации и защиты как таковой не получается. А то, что человек вышел, вот, как я сейчас, проект тарабанил, долго немного для магистранта. И поэтому мое предложение здесь включить какой-то способ взаимного оценивания работ магистрантов. Вы можете его организовать совершенно любым способом. Например, сделать взаимное оценивание в мудре. Так есть такой инструмент, его просто нужно добавить и настроить. Например, если вы не хотите заморачиваться с мудлом, можно даже вот так в аудитории попросить магистрантов распечатать по два экземпляра своего плана исследования и анонсированного списка, передать их двум другим одногруппникам. Соответственно, от одногруппников получить по два чужих экземпляра и взять это задание, допустим, с собой на дом, на следующий день принести, показать. Вот, я прочитал, вот так вот оценил, то есть, либо по критериям, либо еще интереснее, если вы предложите им написать некую рецензию или отзыв на работу их одногруппника. Это, на мой взгляд, будет более ценно именно с точки зрения самого навыка магистранта вступать в научную коммуникацию, анализировать чужие работы. Ну и также, соответственно, оценить свою работу по сравнению с работами своих одногруппников. На третий семестр я так подробно сейчас не буду останавливаться. В презентации все есть. Подход приблизить их на такой же. То есть, первая дискретная неделя, она заточена на то, чтобы решить организационные вопросы и организовать вот эту какую-то коммуникацию магистрантов, при необходимости скорректировать их план дальнейшей научной работы вплоть до написания статьи. Здесь тоже может быть какой-то кейс, который вы им предложите, например, на основе ранее выполненных научных работ на вашей кафедре, берете какие-нибудь результаты, вот вам результаты предварительные, их надо оформить в виде статьи, попробуйте. Пусть это будет не полноценная, а огромная научная статья, но со всеми нужными функциями. Ссылки на источники, описание методов, обработка результатов, вот эти вот все вещи. Распределенная часть, собственно, как я и сказал, самостоятельная работа, и последняя неделя это защита готовой статьи. Там также в мудле заложен уже инструмент взаимного оценивания, он сделан по критериям, но если вы дополнительно попросите магистрата, чтобы они не только оценивали по критериям свою статью, но также и давали на нее какой-то развернутый текстовый отзыв, на мой взгляд, это было бы для самих магистратов гораздо более ценно, более полезно. И публичная защита с докладом. В принципе, из того, что я хотел рассказать по научно-исследовательскому семинару, на этом все, и дальше я готов выслушать ваши вопросы, замечания и предложения. Пожалуйста. Значит, вот как раз по взаимному оцениванию статьи. Есть у всех, я думаю, должники, наверняка. Те, кто вовремя статью вклада не прикрепил, соответственно, оценка не получится. Я думаю, у всех. Так вот, я за каждой магистратур, я в эту статью должен получить две оценки своих магистратов. Если я правильно помню механику того, как это работает, это же все настройки системы, система позволяет выполнять взаимное оценивание, только когда там включен вот этот вот период времени, ну, именно для взаимного оценивания. Если магистрат просрочил этот период, то есть, грубо говоря, у нас идет срок взаимного оценивания, а он еще свою работу не загрузил, ну, соответственно, он из взаимного оценивания выпадает. Чисто технически, чисто технически. Смотрите, ну, как здесь можно поступить? Ну, на самом деле, сложно сходу сказать, то есть, основные варианты, которые могут быть, это либо VITIFILE просто отдать каким-то одногруппникам, вот просто так, без использования, потому что в Google это придется все перенастраивать, вот чтобы этого не делать, а потом просто этим файлом делится с двумя одногруппниками, два одногруппника дают на него оценку. Это вот если вы организуете, как руководитель семинара. Другой вариант, заменить оценку студента в собственной оценкой, это, на мой взгляд, вполне корректно, но более просто. Да. Пожалуйста. Можно? Спасибо, интересно. Спасибо большое. У меня вон какой вопрос. Я, может, как-то он не понял и не видел, а вот руководителя ВКР, вот всей этой схеме. Оценка, я понимаю, когда оценят друг друга магистратры, но ведь оценка руководителя не менее важна, как я надеюсь, никак взаимодействовать с руководителем ВКР, руководителем семинара. Спасибо. Смотрите, давайте я еще раз остановлюсь на этом моменте подробнее. Мы сейчас говорим о вот этих вот двух видах руководителей. Первый руководитель научно-исследовательского семинара – это вы. Вы ведете группу магистратов целиком на этой практике, по вашей вечеринке. Оценку, соответственно, по итогу, зачерк по этой практике, тоже ставите вы. Теперь зачеркнем с научным руководителем магистрата. Он же, начнем с того, что он же становится руководителем ВКР, но это происходит позже. У нас сейчас второй семестр, потом третий, и только к началу четвертого семестра вот этот человек получает данный руководитель ВКР формально по приказу. До этого момента он просто является научным руководителем магистранта, который установлен, где-то там у нас это было, да, который установлен в распоряжении ГМП к культурному подразделению. Ну, по кафедре, либо по институту, я это так понимаю. Теперь, что касается, как взаимодействовать с научным руководителем магистрата. Вам, как руководителям семинара, по идее, с ними взаимодействовать особо не требуется. Единственное, когда вам нужно с ними взаимодействовать, в самом начале, когда только начинается семинар, вы даете вводную магистранта, и в том числе и говорите, вот вам нужно определиться с вашим руководителем и вашей темой исследования. И вот в этот момент магистранта надо познакомить с научными руководителями, которые есть на вашей кафедре. Ваша задача, ну, как минимум, дать магистрантам информацию о том, кто бывает, кто может быть руководителем, примерно по каким тематикам. Где этих полетов людей идти? Это как минимум. Еще лучше, если вы их прямо пригласите к себе, и они сами лично себя презентуют, и свои тематики исследования. Это было бы прекрасно. Но не обязательно. И дальше, в течение семестра, уже задача магистранта взаимодействовать со своим научным руководителем. Оценки научных руководителей, вот Варвара Михайловна, уточните, он ставит или не ставит какие-нибудь оценки? Ничего не ставит. Соответственно, научный руководитель ведет магистранта по его теме научного исследования, именно с содержательной точки зрения. А с организационно-методической, вот, это вы. И оценку ставите тоже вы. Научный руководитель, ему может говорить, о, как ты плохо написал, или наоборот, это замечательная статья, она пойдет на вырезку. Но это, как бы, ну, его собственная оценка, он об этом говорит самому магистранту, и какие зачетки, и куда в углу, это не попадает. И не должно. Может, наоборот, куда лучше оценку на научном руководителе ставить, а не твоих руководителям полезные? Смотрите, теперь по поводу, что лучше. Да, ну, начнем с того, что лучше, это вопрос отчасти субъективный, да, это отстаточные суждения. Тем не менее, я вам свою точку зрения назважу, чисто мою субъективную, личную. Взаимная оценка позволяет магистрантам не только написать свою работу, но и увидеть чужие работы, и сравнить свою с чужими, и таким образом, ну, немножко повысить свой уровень подготовленности. То есть, взаимная оценка, на мой взгляд, достаточно ценна для тех, кто пока только учится, ну, вообще, научному подходу, научному миру. Здесь, когда другого вопроса возникает, я как правительница, я считаю, что работа субъективной не соответствует, или на ней у меня в научном уровне. То как там? Нет, она соответствует. Может, тогда добавить какой-то, не знаю, отзыв на научном уровне. Отклимат всего, что у меня научный руководитель, когда он работает с студентом, то есть, вот это статья, как будто научный, а вот работают, но уже не работают тебе инстудентом. В данном случае, ну, кажется, абсолютно неудобно. В данном случае, я могу поводить технических правилах. Я не знаю, в данном случае, я думаю, что вам, наверное, надо просто общаться, лично общаться, и только каждую точку зрения находиться в этой инстуденте. Ну, смотрите, я так понял, это вопрос для обсуждения. Вот там, в зале вопрос. Просто у нас такая практика есть, у нас есть институты, 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 но они всегда пишут статьи, и они говорят, что она не может, она всегда сам подать, куда-то уже она всегда вместе подается. Ну, там хорошо вопрос. Ну, совместная работа, да, в большинстве случаев я с вами совершенно согласен. Практика показывает, что это совместная работа руководителя и магистранта, ну, и, соответственно, руководитель, руководитель по-любому будет считать, что работа нормальная. Ну, да, может быть, не супер, но нормальная. У меня вопрос из-за первого плана. Вот, нарушение Советского Семьерат, у меня рассчитаны на правы первые условия. И руководитель магистрат на руководство назначается уже, ну, не назначается, а определяется в четвертом. Правильно? А как я буду распределять на руководитель магистрат, который придет на мимофей? Кому дать, кому не дать. Стоять на обращение, они еще ничего не выболеют. Это вот то, что у вас тут расписано, все очень грамотно, хорошо. Но, если они будут работать, и сразу возьмутся за работу и будут убирать. А они не будут этого делать. А я на руку распределю, что я буду дальше делать. И вот, кого-то отвергу, кому-то дам снова. Нагрузка 25 часов, руководство 1-го языка. Смотрите, по поводу нагрузки. Сейчас вы говорите про нагрузку навыка, правильно? А, которая ставится в начале учебного года. Мы, соответственно, выбираем... Смотрите, давайте так, чисто по хронологии, да? Чисто по хронологии. Сейчас начинается второй семестр. У вас пока не стоит этот вопрос про нагрузку на ВКФ. Но уже сейчас, в начале второго семестра, магистрат распределяются по руководителям своих мир. Дальше, к началу третьего семестра, надо будет распределять нагрузку на руководителей ВКФ. Вы, как заведующий кафедрой, вы же с этой точки зрения вопрос задаете, что делать заведующему кафедрой? Вы, как заведующий кафедрой, смотрите, кто у вас руководитель мир, у какого магистрата. Значит, эти люди, они по умолчанию становятся руководителем ВКФ. Но, конечно же, если там со стороны самого руководителя, со стороны магистрата, есть предложение, что нет, вот я не буду дальше вести эту тему, я буду делать вот это, мне нужен другой руководитель. Такая ситуация. Я могу это сделать. Я могу, что буду распределять в авталии, утверждать, что студенты после второго семестра еще не отходились не только с руководителем. С тематикой это не отходились. Нет, вот по вот этой степени у вас там были люди после первого, после первого, после первого месяца, они не знают. С тематикой это никто не отходился. Но у нас нет другого способа сейчас это определить, как каким-то более точным методом. Потом будете осенью корректировать, если что-то поменяется. Вы как-то в любом случае будете корректировать. У меня вопрос из технического плана. У меня достаточно большая работа в Муду, в которой я, да, кто организует это в Муду? То есть, если я руководитель МИР и руководитель потом ВК, это я должен в школе, там, это вложить в Муду? Или это руководитель семинара Единый Год? В Муду работают руководители семинара. Научный руководитель македжантов в этот Муду уже заходит. Ему это я заходил. Можно подключиться, посмотреть. То есть, руководитель МИР подключает ЖАС МИР в качестве руководителя МИР в качестве, ну, руководителя МИР в качестве. То есть, в основном вот эти плоды за это руководитель МИР. Да, смотрите, вот в Муду Санфудле, получается, управляет руководитель МИР один на ту группу. А если вы руководитель магистрата, там, одного, двух, трех, но не всей группы целиком, понятно. Вы можете, как бы, подключиться к этому же курсу, посмотреть, что там происходит, что выкладывают магистраты, но для вас это, ну, как бы, не является обязательным. Вы там чисто посмотрите, а не управлять. Там же руководители, МИР, да, уже оценки какие-то проставляют в Казани. Руководитель семинара, в Муду Георгиеве. А вы спрашиваете, я так понял, проводят руководители. Эти руководители работают с конкретными магистратами. Работают они в Крючу, без использования. В Муду, да, это не наша проблема. Да, это не ваша проблема. Если вы вводите руководитель конкретного магистрата, это не ваша проблема. Ну, это не есть хорошо, потому что при обсуждении этих жанров... А, ну, это у меня второй был вопрос. Что-то если вот эти мини-конференции, и прочее, все через полу, лично мой опыт показывает, что эта покажка с нашими студентами, по крайней мере, не очень удивительной формой работы. Более эффективна все же очень, я так же, простая такая студенческая конференция, гораздо более эффективна, как у меня вот, взаимообучение, взаимоотношение и так далее. Позвольте, я вас перерыву. Дело в том, что мини-конференции и все вот это, о чем мы говорили, это и есть очная форма работы. Это очные числа, которые заложены в эту практику. Их ведет руководитель научно-исследовательского семинара для всей группы студентов. А внутри происходит только выгрузка работ в виде файлов, взаимное оценивание и просдоровка оценок от руководителя семинара. Все. Это то, что происходит в УДИ. Все личные встречи, мини-конференции, обсуждения, эта вся часть происходит почта. Да? По поводу взаимодействия, как я в прошлом селево-исследовательском делал, то есть я делал в виде защиты, то есть все магистранты обвели, послал всех людей, которые были в соответствии с водителями, который был на эту группу и директор института ЕРОПа. То есть вы там такой пул вопросов, ваша команда сформировала, что магистрантам даже было сказали нечем. То есть и запись я предложил покупать, Михаил, не отправил. Можно ли это считать вздоимой от этой конкурса? Мягко говоря, магистранты не могут формулировать вопрос, а если они и делают реценции, то очень понятно. То есть может такой формат, что пригласить людей, которые умеют генерировать вопрос, и новые фирмы, естественно, тоже нагенерировать нам делал вопросов. То есть может таким образом? Я бы предложил не смешивать два разных формата. Формат публичной защиты и формат взаимного оценивания. Объясню почему. Опять же, я сейчас буду рассказывать свое личное мнение, свой субъективный подход. Возможно, вы с ним не согласитесь, и будете делать как-то по-другому, или вообще решите, что я не в праве, я допускаю такое возбуждение. В публичной защите действительно приходят те, кто является действительно экспертами, и кто может задать содержательные вопросы в воду, просто вот сейчас услышав публичное выступление и увидев презентацию. А сами магистранты, они пока только обучаются, они, скорее всего, не смогут так вот в ходу включиться в чужую тему и сформулировать конкретные вопросы по существу. И поэтому формат публичной защиты, в моем понимании, плохо подходит для взаимного оценивания именно в среде магистрантов. Как в этом случае сделать, чтобы магистранты выполнили взаимное оценивание? Да, это написание каких-то текстовых отзывов и рецензий. Почему именно так? Потому что у них тогда есть возможность вдумчиво изучить чужую работу, столько времени, сколько им это требуется, и спокойно, также вдумчиво написать свой ответ. Кто из них всерьез подойдет к этой задаче, а кто подойдет чисто формально, и затратит минимум усилий, просто чтобы у него был хоть какой-то результат. Это личное дело каждого магистранта, ну и вы, как преподаватели, можете частично на это повлиять, но я понимаю, что лишь частично. Тем не менее, я думаю, что это тоже важный элемент обучения. Почему? Потому что в какой-то момент нашему магистранту придется написать некий отзыв или рецензию уже по-нормальному, серьезному. И будет хорошо, если у него будет один, два, три этапа тренировки до этого. Вот это как один из этапов тренировки. Да, я понимаю, что качество этих отзывов, которые магистранты напишут друг другу, может быть очень разным, и может оставлять желать лучшего. Но лучше, если они начнут это тренировать заранее. Скажите, а сами того, как это оценивают, как-то будет, или что-то не будет? Смотрите, у нас никаких обязательных требований на это нет. Вот как вы сами решите, как преподаватель, так и будет. Вот вы захотите их оценивать, но вам для этого их читать придется. Оценивайте, пожалуйста. Только плюс. А если вы считаете, что это как бы чрезмерная на вас знакомство, значит, пусть хотя бы их напишут. Скажите, у вас какие-то есть шивы, чем это руководитель? Это разработчиков был, или это любой преподаватель? Это тот, кому дали на другу. Серьезно, это тот, кому дали на другу. И кому заранее распределил, тот и руководитель. Тот, кого назначил, кого назначил. Мы сейчас пришли одни, но на другу, на другую. Ну, на следующий год. Мы сейчас, а вот этот мир не говорим, да? Обоим, утонец и не было. Владимир, еще вопрос. То есть, вот за 30 недель, то есть, вот реальная ситуация. У меня сейчас придет 30 человек. У меня 4 руководителей, которые официально от театра статируют язык. То есть, магистранты, естественно, не успевают даже 2 недели это делать. Что было в прошлом году? В прошлом году было 5-4. Они все практически большим словом своим составом выбрали до 5-5 человек на одного руководителя. Да, я понимаю, то есть, там были моменты, ну, я точно знал, что оп, вот это вот все тянет. А если сейчас будет 30 человек? То есть, какими способами он это сделает? Это можно сделать. То есть, он формально будет руководить этим делом. То есть, такие сроки, одна неделя для магистрата, они даже чисто физически, этих 14 человек дойти-то не могут. Даже написать, чтобы те ответили, не успели. Могут? Так, не, не, имеется в виду, что до каждого человека, то есть, 14 вариантов, до них нужно достучаться, найти и спросить, есть у вас тема какая-то, которая мне была интересна. Хорошо, потому что они, они же в каком случае уходят на вот этот взорвязь. Не, я не понимаю, то есть, ну... Понятно, что вы про чем-то работаете. Я не говорю, что вот этот срок по выбору темы и руководителю. Потом это цепляет, если вот такие сроки, по определенным руководителям, для него автоматом, банной. Я думаю, что с ним есть и с точки зрения на это в течение времени. Вот, я какому-то говорю, что может быть, стоит этот срок, потому что, когда у вас есть телевизор, может быть, все развивали. Просто, просто сам осуществует. То есть, после людей, аудитории, они могут задаваться, с чем они что делают. И к кому? Вот это самый важный вопрос. К кому? Тему они могут потом переформулировать. Начинает работать, что-то поменялось. Окей, это же все делается распоряжением по кафедре, ну или в вашем случае по институту. У вас же нету кафедры в институте. Вот. Распоряжение по структурному подразделению. Соответственно, это же ваше структурное подразделение. Поменялась ситуация? Ну и дайте бы его заново. Обновите то, что в нем написано. То есть, поэтому в прошлом году мы пришли верить в то, что оставлять вот клиентов на такой продолжительный срок на самостоятельном, когда они, если их остаются, пришлось каждую неделю с ними встречаться и спрашивать. То есть, растянуть вот эти вот часы каждую неделю, то, что получать, а выяснилось то, что многие просто говорят, «А я не знаю, где этого человека налетят, почему вы не задаете вопрос?» Не знаю. Если вы с таким посылом в конце, он придет. Ну, я просто не знал, а вот попростите, а он хочет разобрести. А когда вы? Это вопрос о конкретном структуре. Как? В том числе. То есть, я и говорю о вашей организации, метелья в конце, неделю для начальника. Может, растянуть это все? То есть, когда они не каждый раз? Так, не показываю, что время вышло. Да? Коллеги, если есть еще вопросы, то я готов задержаться и с вами их обсудить. Ну, а для всех остальных презентацию вышли, видео...